Одному из координаторов Харьковского Евромайдана Александру Чижову грозит срок до 5 лет лишения свободы. Его обвиняют по статье «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов». Неприятности, рассказывает Александр, начались с того, что в один из посленовогодних дней, неподалеку от проспекта Гагарина, рядом с мясокомбинатом, его окружили пятеро физически крепких людей и настойчиво предложили сесть в машину. Один из этих людей, неизвестных, мне достал наручники, стал угрожать, что если я с ними не поеду, то он меня пристенет наручниками. В конце концов, они меня все-таки силой под руки взяли и засунули в машину на заднее сидение, с двух сторон сели вокруг меня. Далее две машины, включая ту, в которой находился Чижов, направились в червнозаводской отдел милиции. Еще в машине, говорит Александр, у него силой отобрали мобильный телефон и с его помощью совершили несколько манипуляций. Он незаконные действия совершал, он его включил, с помощью моего телефона авторизовался на моей странице ВКонтакте, поменял там пароль, поменял телефон, сделал привязку моей страницы к другому мобильному номеру и переписал себе на листик вручную все контакты с моего мобильного телефона. От следователя в червнозаводском райотделе милиции Александр Чижов узнал, что он подозревается в распространении порнографии как раз через социальную сеть ВКонтакте. В тот же день на сайте МВД Украины в Харьковской области появилась информация о том, что оперативниками червнозаводского райотдела милиции был задержан 33-летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении указанного уголовного преступления. На запросе у следователя Александр пробыл более двух часов. Он отказался давать без адвоката какие-либо пояснения в милиции. К тому же активист Евромайдана заверяет, что никакого отношения к порнографии не имеет, а на свою страницу ВКонтакте теперь вообще не может попасть по прежней регистрации. Зато Александр подозревает, что милиционер, воспользовавшись его личными данными, зарегистрировали Чижова на сайте знакомств. Потом в сети появилась моя фотография на фоне «Я обыраю ЕС», и я являюсь одним из координаторов Харьковского Евромайдана, то я так подозреваю, что это все взаимосвязанные вещи. Скорее всего, хотят просто оказать давление, либо закрыть меня как человека, который высказывает свою гражданскую позицию в пользу ЕС. На 8 января Александр Чижов вызван на допрос в червонозаводской райотдел милиции, куда он намерен пойти вместе с адвокатом. Ну а активисты Евромайдана собираются поддержать своего коллегу Пикетом. Виталий Лапскир, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.